Сейчас, подожди. Лосить не кляну. Да, лицо вытернет. Никогда я шел. Андрей Данилов кормит лосят из детских бутылочек и бережно вытирает мордочки. Госинспектор экопарка Зюраткуль и по совместительству ветеринарный врач заменил малыша маму. Лосиха доверяет свое потомство людям, но изредка навещает малышей. Кроме мамы, детеныши признают Андрея. Они радостно бегут к нему навстречу, а когда мужчина покидает вольер, начинают в прямом смысле плакать. Андрей тщательно следит за рационом трех лосят. Для питания закупает специальную смесь. От меня еще и молоком пахнет, когда я иду, они даже по запаху чуют. Да и по голосу они меня определяют. Да, они родились у нас двойняшки. Им надо было этот, ветеринарный осмотр надо было делать. И витамины кололи мы им, и этот, кормим сейчас. Вот Ерема у нас послаб живым был. Такие обычно в дикой природе не выживают, они отстают от родителей. Этим мальчикам всего один месяц от роду. Это Афоня, это Ерема и самый маленький Яша. Его привела, так сказать, выпускница прошлого года лосиного детского сада Василина. Лосиха нашла малыша в лесу. Он отстал от мамы и потерялся. Ветеринары говорят, что если бы она не привела лосинка к людям, он мог бы погибнуть. За последние шесть лет в лосином детском саду сотрудники парка «Зюраткуль» воспитали 13 малышей. Сахаты сначала живут в вольерах под присмотром ветврача, а потом уходят в лес. Но уже повзрослевшие животные помнят доброту людей, а потому всегда возвращаются. Например, чтобы полакомиться вениками из кормушек или за очередной прививкой от доктора. Первоначально, до 2010 года мы сделали кордон, что где были люди у нас, была и охрана, и уже сделали вольер в 2010 году. И вот с этого момента уже, где должны они кормиться, где они должны пастись, то есть такое более отдаленное место от населенного пункта, 8 километров у нас получается. И вот мы на этом кордоне сделали вот этот вольер. Еще одна знаменитая в местных краях выпускница лосиного детского сада по кличке Дариона периодически телится и приводит своих малышей людям. Прежде чем создать подобную лосиную ферму, сотрудники парка изучили опыт коллег. И уже сегодня они готовы принимать лосят со всей округи. Обещают, всех поставят на ноги. Эльвира Исмагилова, Артем Большаков, ОТВ.